ДОСААФ Много фотографий и кратко о достижениях. Таких альбомов в Музее патриотического воспитания ДОСААВ «Стрелитамак» из десяток, а то и больше. Увидеть один из них для Галины Андреевны, проработавшей в ДОСААВ 25 лет, было настоящим счастьем. С долей ностальгии и гордости. Она одна из авторов. Секретари машинистки мои во всем городе работали, я готовила. Водители всех категорий. Трактористов, бульдозеристов, трубоукладчиков. Тогда на север люди ехали. Даже директора предприятий учились на трубоукладчиков, чтобы поехать на север. Двойные в Стрелитамакском филиале вели курсы подготовки санитарок, мотоциклистов, кавалеристов, пулеметчиков. Воспитывали ворошиловских стрелков. В мирное время разрабатывали дорожные маршруты, обучали велосипедистов и проводили соревнования по фигурному вождению. Перечислить все пункты работы ДОСААВ времен, когда кроме основной работы комитета организовывали и проводы коллег в армию всем заводом, невозможно. В 51-м году член ДОСААВ в Советском Союзе было 27 миллионов человек. А в начале 70-х годов эта цифра составляла почти 90 миллионов. Это была самая большая организация не только в Советском Союзе, наверное, во всем мире. При такой многочисленной народной поддержке сказать, что все ДОСААВ давалось легко, неправильно. Начальник Стрелитамакского автоматоклуба рассказывает, как в 70-е строили здание учебного корпуса. 25 тысяч рублей на строительство собрали, а стройку начать смешали грядки. Садоводы ждали урожай, некоторые в легких дачных домиках. Просили убрать их через газету, не помогло. Нашли местных художников, которые нарисовали плакаты, похожие на паспорт объекта и разместили их по периметру. И тогда фраза «здесь будут учиться призывники для вооруженных сил Советской Армии» эффекта не возымела. Оставались крайние меры. Выделяю два ГА-63 полноприводных с лебедочками. Цель стояла вот этими автомобилями – цеплять лебедкой за домик и сваливать. А курсанты – аккуратненько, чтобы все это сложили в материал. Мастеров и курсантов очень обижали садоводы, кричавшие им бандиты и прочие подобные слова. Но вскоре спор за землю утих. Не для грядок, а наша была выделена. Садоводы смирились. И наверняка потом еще детей на учебу в автоматоклуб «Досауф» привели. А то, может, и сами стали курсантами в организации, которая воспитывала поколение. Анна Пугачева, Владислав Щетинин, Стреллитамак, Служба новостей.